Дорога ведет на госпиталь. Мы идем мимо церкви, и нас встречает мост. Когда-то здесь в 60-70-е годы стояла эстрадная площадка. Со всего Тихоокеанска военные штатские приходили сюда на танцы. Здесь было шумно и весело. Моряки приезжали в увольнительную залива Стрелок. А здесь находится городской стадион, где проходили все спортивные соревнования. Я даже помню, как играл в хоккей. Стоял на воротах, отражая шайбы клюшкой. Мы находимся на площади Тихоокеанска. Рядом всегда стоит сколько лет уже киос «Союз Печать». Здесь работает моя одноклассница Мигаль Ирина. Мы идем по главной улице. Честь вице-адмирала Мищенко. По этой улице ходили парадом военные. Шли штатские на демонстрации любого праздника. Ученики школы номер два бегали по ней кросс, сдавали нормы ГТО. В этом здании когда-то был переговорный пункт. Все сюда ходили на связь с городами. Вспоминая свое детство, я здесь бегал со своим классом в 100 метровку. А там дальше, на дальнем плане, школа номер два. А это дом по улице Мищенко-7, где я прожил 4 года до окончания школы в 1979 году. Рядом школа. Это было так удобно. А это двор нашего дома Мищенко-7. Здесь все так знакомо и мило. Всегда здесь было шумно и весело. А это детский сад, куда я и моя сестренка ходили по 1969 год. Это наша бывшая Техокеанская средняя школа номер два. В ней я проучился 10 лет. С 1969 года по 1979 год. Все воспоминания об этой школе очень позитивные. Школьная пора 60-х, 70-х годов. Самое отличное время. Школа меня многому научила. А сейчас в этом здании находится детская школа искусств. Мы сейчас посетим эту школу. Вспомним детство. Нам разрешили немножко прогуляться по школьным этажам. Все здесь как-то изменилось. И даже тематика на стенах. Раньше здесь были военные картины. Здесь двери в кабинет химии. И рядом кабинет физики. Я даже зашел в наш спортивный зал, где проходил урок физкультуры. Такой маленький по объему предстал спортивный зал. А в школьные годы был просто большим и огромным. Зашел за угол здания школы. Когда-то здесь, за углом, некоторые пацаны и девчонки курили втихаря сигареты. Раньше здесь была спортивная коробка. Мы метали гранаты, мячи, играли в футбол, хоккей. А в этом здании был учебный производственный цех. Учились прилежно, в труду. И тут же ходили в прогленку. В конце 80-х годов, прошлого столетия, здесь, рядом со школой номер 2, построили новую школу 256. От новой школы я поднимаюсь по бетонным ступенькам. И нашему взору виден дом по Комсомольской 8. В этом доме я прожил 12 лет. В первом подъезде 26-я квартира. Это наш двор. Когда-то здесь я вешал белье. Это новая школа 256. Откуда я сейчас пришел. Когда-то здесь было очень много гаражей. Ну вот, 1964 по 1976 год в этом доме я прожил. Это фасад жилого дома по улице Комсомольская 8. Здесь идет Усатого 11, 9-й дом. В этом здании находится автошкола. Рядом район гастронома Гармошка. А этот дом 13. Когда-то в 60-е, 70-е, 80-е годы здесь находился 588-е ВСО. Военный строительный отряд. Я работал в 309-м унэре строительным мастером. В 1983 году несколько взводов работали на нашем строительном объекте. Строили дома. Сегодня здесь складские помещения. Не слишком новый микрорайон. Рядом с Байловским районом. Стоят девятиэтажки. Здесь находятся дома Усатого 21, 19 Усатого А. А там дальше Байловский район пошел. На дальнем плане у нас находится партизанский камень. Где в прошлом столетии, в 20-х годах, белогвардейцы казнили учителей с промысловки. Рядом с микрорайоном находится Байловский хозяйственный магазин. Неплохой магазин. С Байловска мы спустились вниз к речке. Сейчас по мосту пройдем в район Подгорной. Здесь все дома как дачи. Люди держат скот, коров, коз. Недалеко стоят ульи пчел. Сразу за Подгорной начинается смешанный лес. И мы с Ромой решили залезть на гору, чтобы посмотреть Тихоокеанские с высоты. Мы решили взойти на самую высоту горы. А это дерево Бархат. Очень красивое дерево. Мы немного продвинулись вперед, но здесь очень удивительно красивый вид. Здесь также, как я раньше говорил, смешанный лес. Здесь вот дубы растут. Очень красивый лес. Рома все же очень боялся лезть на самый верх. Но теперь не боится. Теперь передает маме привет Тихоокеанска. Неописуемая красота открылась нашему взору. Очень красиво вокруг с горы смотреть. Сегодня очень хорошая погода. Даже видно море за городом. За 12 километров. Там в заливе Стрелок стоит крейсер Варяг, Пожарский, Дмитрий Пожарский. И другие крейсера. Красота-то какая! Лепота! На дальнем плане находится гора Иосиф. Сейчас мы на той горе были. Солнце садится за горизонт. Вечереет. Мы находимся около дома Тихонова 2. Мы находимся в Окино на улице Бостникова. Около дома 14. Улица названа в честь контр-адмирала Постникова Василия Сергеевича. Заместителя начальника гарнизона. Мы находимся на трассе Владивосток Находка. Там вдали находится гора Халаза, вся в тумане. Когда-то там растетчики были. Мы находимся около Супермакета. Однажды воскресное утро, июньского жаркого дня. На город, деревню и хутор Коварно напала война. Напала умело жестоко, тяжелые были бои. Сегодня 22 июня, день памяти и скорби. По всей стране проходят митинги. 72 года назад немецкие фашисты вероломно напали на Советский Союз и развязали войну. И мы всем народом тогда победили, чтоб не было больше войны. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Митинг жителей городского округа Зато-город Фокина, посвященный Дню памяти и скорби начала Великой Отечественной войны, объявляется открытым. Нас за наше будущее, за наших детей. Великая Отечественная война, она была названа уже в первые же месяцы. Великая Отечественная война, это самое большое испытание для народов Советского Союза. Займите круговую оборону, держитесь ветераны до конца. Прошли вы сквозь свинцовые метели. И мы всем народом тогда победили, чтоб не было больше войны. Четыре пылающих года, четыре вращенья земли. Нам кровь не досталась свобода, герои за нас полегли. Но мечети все-таки били, поганную голову пыли. Чтоб помнили мы и не любили, чтоб ехал на танке в мире. Мы родину очень любили, любили просторы страны. И мы всем народом тогда победили, чтоб не было больше войны. Закрытым. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Привет всем выпускникам из Техаса! Школа 2, а теперь 256. Я Валера Бурдаяков. Ты меня знаешь? Всем привет! Ты меня... Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!